Да-да, вот как бы немного созрел и решил позвонить и говорить о жизни, о мировоззрении, то, что сложилось у меня. Ты православный, Саша? Да, да. Звучит, конечно, очень хорошо, православный. Ты православный? Да, конечно, слава Богу. Поменялось все кардинально, ну, то есть был простым мальчиком, да, таким потом, как бы, пацаненком. Это еще с 90-х там, как бы, такие, ну, дикие вот эти понятия были. Обижаешь, например, как раздеваешь людей, ну, как можно сказать, гоп-стол. Жили вот так вот, в общем, о Боге и о церкви, это было просто, что такое, ну, как бы, на инопланетян смотрел я, наверное. Ты с какого года? А, 85-го. Ну, как раз, как раз вот конец вот мы вот зацепили вот этот вот, там, нас старшие воспитывали по уличным понятиям. Ну, как бы, была такая небольшая блатная романтика, это, значит, юности. В общем, учебу, ну, учебу, на учебу не ходил, прогуливали, то есть мы с ребятами нас девятерых, даже десятого класса просто выкинули за непосещаемость. Придались тогда же, получается, ребята, получается, тех времен, самому себе, так как родители не могли воспитывать работу, дом, там, как бы, беднота вот эта вот. И ни слова о Боге, да, никто, никто слова не обмолвил. Было только какое-то утверждение, то, что, если, допустим, школа мне не нужна, образование мне не нужно, знаю, как бы, людей, да, которые неграмотные, но они имеют какой-то бизнес, то есть финансово, как бы, подкреплены в социальном обществе и неплохо себя, как бы, чувствуют. Потом я начал, кстати, разбираться в людях уже, вообще в жизни, что действительно на самом деле произошло со мной. А, еще вот, кстати, все вот начало меняться, то есть сам по себе такой был, может быть, счастливый, и в один прекрасный день, или непрекрасный, как его назвать, я даже не знаю, по-моему, я, по-моему, я после операции был в больнице, даже не помню, это около 15 лет назад было. Ходили, в общем, курили, по-моему, на балконе. Сгадалки-то, кстати, началось. Что-то интересное, вот, по коридору идем, по отделению, посмотрю, пустота, никого нет, поинтересовался, сам по себе я, так сказать, любопытный. Не помню, как его звали, моего спутника, так сказать. Он мне отвечает, то, что, а, там, говорит, в женской комнате целое отделение собралось, говорит, женщина гадает, по-годному, да, как интересно, полюбопытно. Зашел в комнату и действительно смотрю, вот такая картина. Вокруг одной кровати собрались люди, ну, вот, со всего отделения. Стало интересно, думал, дай-ка проберусь через людей, что происходит. Начал пробираться, смотрю, сидит женщина, в калате карты раскинула. То есть, картина мне, как бы, в общем, в чертах понятна, стал так гадать, народу много. Вот такой при себя я возвращался. Ну, я улавливал себя на мысли, потом уже, когда перематываю, что действительно произошло, все моменты вот эти вот начал разбирать. И вот в тот момент я подумал, то, что это не для меня, много народа, ну, лень. Взял и ушел просто. Ушел, не помню, куда, но я запомнил то, что это было совсем немного. И очень было странно. То есть, там около одной минуты, наверное, было. Я по коридору прошелся в одну сторону, потом в другую иду. И напротив меня идет мой вот этот вот мужичок, друг. И рядом эта женщина, как я понял, которая гадает. И они между собой разговаривают. И на меня, как бы, это смотрят. Я понимаю, то, что в мой адрес. Они подходят ко мне, мы встречаемся, как бы, в коридоре. А больничный коридор, там, в принципе, он не такой уж широкий, там, около трех с половиной, может, три метра. Ну, обыкновенный больничный коридор. И вот, она мне там улыбается такая, помню, вот эти вот моменты, то, что ты хочешь, чтобы я тебе погадал. Ну, я такой, ну, да, там, интересно. Вот, она такая колода карта достает и говорит, типа, подвинь. Ну, я такой думаю, ну, подвинуть, что мне с этого. Подвинул. И такой теперь смотрю, ну, на шаг, помню, вот этот момент, на шаг отошел. И смотрю на нее, контролирую процесс. Шарлатанка, не шарлатанка. Я помню, с телевизоров там эти, кашпировские всякие были, гипнотизеры, плюс цыганки еще. Ну, в общем, начеку. А еще ни разу не сталкивался с такими людьми. Смотрю на нее, как бы, внимательно. Она такая раз взяла колоду карт, которую я подвинула, и начала рассказывать мне там. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. А я такой смотрю на нее, думаю, что-то не то. У меня сразу отсечка такая. Когда я заходил в этот, в палату, там картина была такая, то, что она раскладывала эти карты, то есть вреда, а тут она раз, с хода, короче, начала мне, короче, зачесывать, грубо говоря. Я такой, ага, думаю, надо линять. Собирался уже уходить, улыбаясь так, как бы, в такой вежливой форме. Она, нет, нет, меня уговаривал, там, давай, давай, типа, я тебе до конца доскажу. Я там, все, уже ухожу, ухожу. Она такая, нет, подожди, говорит, сейчас я тебе, говорит, все скажу, но ты, говорит, все равно потом забудешь, через пять минут, так я тебе скажу. Но это, когда, говорит, начнет случаться, ты вспомнишь, короче. Ну, я про себя подумал, ну, давай, давай, говори мне, все равно, что мне с этого будет, ну, послушай, а дальше пойду. Так как я знаю, то, что она мне уже неинтересна. В общем, она мне говорила, вот ты сам по себе счастливый человек. Ну, а смысл-то, к чему, гадалки, ты рассказываешь много, а я не пойму, к чему смысл. Ну, я рассказываю к тому, что, как я дошел до церкви, до Бога самого. То есть, начиная с гадалки, там, ну, вот, с плохих людей, заканчивая, ну, то есть, с Нивы и наверх, как бы. Ты не рассказывай, как карты там тусуют, ты кратко расскажи в двух словах, как и что было. Ну, то есть, как бы, она там не говорила всех вещей, то, что так и так, например, ну, вот, она мне когда говорила, я помню те вещи, когда, то есть, мне стало неприятно, я хотел тогда уйти. А, оказывается, она говорила почему-то правду, ну, то есть, это я прожил уже потом. И, когда вот эти вещи начали случаться, я действительно вспомнил, что она вот эти вещи говорила, то есть, а золо был тогда у нее само, ну, и начал разбираться, то есть, кто такая и чем она руководствовалась в действительности. Вот, вот оттуда это все пошло. Вот, то есть, я заболел там очень сильно. Девушка, по-моему, ну, около 10 лет мы с ними были. Она вот ушла, ну, как бы, там, видя мои переживания, то есть, запугавшись. Ты расскажи, как ты к Богу-то пришел? Вот, в итоге, короче, время шло очень много, в больницах ходил, тяжело было, в общем, похудел, то есть, ну, все уже. С института я не мог даже учиться, потому что я просто был беден и больным. Вот, по бабкам, по гадалкам ходил, с целителем. Вот, а пришел как? Просто в дом посидел, а больно было до того ходить, должен быть инвалидом. То есть, все кости должны быть, все вот эти столпы, сплавы, они все должны быть разрушаться, короче, как бы так, грубо говоря. И было больно ходить, я просто лежал на диване, когда смотрел на свою жизнь, поднял ее, вот, сначала, как я мог, там, с детства, с юности, и до этого дня, то, что я лежу на диване, я просто заревел, оказывается, я понял, то, что не я плакал, а это душа ревела. И автоматически я взмолился с Господу, если Господи, ты есть действительно, ну, помоги. И вот после этого, когда я начал перематываться, вот, с историю, то есть, он делал анализы, чисто было видно, то, что вот эта вот грань, когда я попросил его, от души, тогда я начал понемногу, постепенно получаться. Ну, а жизнь, жизнь-то изменилась? Да, конечно, конечно, кардинально, абсолютно кардинально, то есть, у меня сейчас, как бы, семья, да, трое детей, я считаю, как бы, вот. Ну, это самое отношение к греху, все равно, на грех как смотришь? На грех сначала, то есть, были пара... Нет, по прошлому не надо, ты вот сейчас, сейчас, допустим... Сейчас наказывает он меня... Отношение к греху. Сам ты грешишь, ты грешишь вообще сейчас? Конечно, еще как. Наверное, самый грешный человек в мире. А зачем ты грешишь? Дело в том, что посмотрим даже на нашу жизнь, так, системную, да, то есть, как она устроена, грешить очень даже невозможно, только она нацелена на грехопадение, на грехосоздание. Я рассматривал много вот этих... Хотя можно, я ничего не говорю, но очень-очень трудно. Сама вот эта модель... Модель была всегда устройством мира сатаной, то есть, дьявол ходит, как рыкающий лев, ищет кого поглотить. И тем самым он устраивает мир для того, чтобы человек грешил и попадал в его владение, в ад попадал. Понимаешь, ну, Господь предлагает иной путь. То есть, свет пришел на землю, как написано, но люди более возлюбили тьму. Вот. Это получается, что ты Бога не любишь, а тьму возлюбил, и ты хочешь грешить, и в то же время христианином называться. Так не бывает. Я согласен. Это какой-то один путь выбирать. Дело в том, что я решил, как говорить людям. То есть, я говорил о жизни, и тем самым подтверждает, говорил своим близким, с кем меня Бог не пересечет. То есть, я говорил именно о Господе и давал заметить. То есть, тормозните, ребята, посмотрите, тут не так, там не так. И я заходил, например, в такие места, вот, друзья, например, кто-то насыпился, кто-то наркоман, кто-то там, ну, разные люди абсолютно, там, бизнесмен, там, чиновник, нет разницы вообще. То есть, разговариваешь со всеми. И, то есть, как я мог, как я мог, куда я заходил, вот это в грязь, грубо говоря. То есть, я оттуда выходил, мне уже потом тяжело остановилось. Ну, вот, например, чтобы с человеком, вот, свел меня Господь, например, с моим бывшим таким приятелем, да, хорошим, как бы, и, например, а он употребляет алкоголь, вот, как бы, там тоже я присутствую вместе с ним. Ты с ним пьешь и проповедуешь ему. То есть, да, да. Как Робин Вуд, да? То есть, я захожу, ну, например, если даже, ну, я не говорю о наркомане, такие более тяжелые вещи, там. Просто с ними разговор другой, как бы, чтобы расположение души, вот это вот, на одной волне. Да, я, как бы, даю себе отчет, жертвую своей здоровью и понимаю прекрасно, на что я иду. То есть, авторитет полностью вспомнился, там, ребята, ого, там, ты что с вами, что с тобой, там, что-то кто-то там, я слышу, там, кто-то есть. То есть, ты, послушай, то есть, ты не хочешь употреблять, но ты делаешь это ради того, чтобы спасти брата. То есть, для меня, на самом деле, разговор, душа, душа, чтобы была рядом. Ну, и потом, они потом к Богу обращались, они становились христианами. Ну, в общем, как сказать, да, можно так сказать, но они кардинально менялись сами по себе. Я говорю, вы хотя бы, ну, то есть, даже вплоть, если там, э-э-э, там, я доказывал, то есть, ты зря так говоришь, никогда так не говоришь. Ну, вы серьезнее. Не может быть просто когда-нибудь все непросто. И доказывай, как бы, у меня есть такое, да, то есть, получается, люди слушают, как бы, меня, я этим начинаю инструментом пользоваться уже. Потому что я раньше не мог общаться с людьми, так как, просто, когда открываться начало такое большое погружение в мой мозг, я был, взрывы такие были. Я около полгода вообще не мог с людьми сговорить, я учился с людьми. То есть, мы, послушай, мы с чего начали? Я вопрос тебе такой задаю, ты грешишь, то есть, ты сейчас хочешь оправдать свою реакцию, то есть, ты грешишь для того, чтобы спасать людей, да? Нет, я не собираюсь оправдать, я знаю то, что сейчас, то есть, как там, я вот пробежался, грубо говоря, я пробежался по всем знакомым, с кем меня свел, куда Господь, где я был, в каких местах. И, то есть, я понимаю и смотрю на свою жизнь, то есть, сам Господь показывает неправильно, тебе именно концентрация именно на себе нужна. То есть, то, что ты, вот на особенность наркотических, потому что алкоголь, это тоже, я считаю, наркотическое вещество, или каких-либо других вот этих веществ, то есть, они вообще как бы не должны присутствовать. Как бы, ну, вот так вот у меня. И я понимаю то, что это дело нужно оставить. В принципе, я как бы и выполнил свое, это по своей окружности, по силе, взгляда, то есть, кто присутствовал. Ну, мне это без разницы, куда Бог пошлет, что, где я нахожусь, там, я исполняю свое, вот как бы вот так вот. Ты вчера какой-то ролик прислал, я читать-то не стал, там, ты спрашивал, как, я не помню, что это. Я хотел написать мнение вообще, то есть, с этого ролика. Там о чем вообще я же читал? Содержание там было о том, то, что откровение того человека, якобы бывшего, ну, занимался он астрал, по-моему, да, вот когда душа покидает тело. Ну да, они сейчас много таких выходят туда, в астрал. Вот, вот эти вот учениями он занимался, искал что-то правильное, но, как это получалось, но со стыковой логическими путями он не входило. Каждый противоречил, там, у них свое учение. Он искал, как бы, правды. И был болен еще, по-моему, там, я вычитываю это все. И вот один раз, ну, к нему, как бы, Господь сам постучался, как бы, ну, это на разуме. Я не знаю, у каждого, Господь же, я так понимаю, общается со всеми на разных языках, ну, понятном разных. То есть, со мной он на моем, как бы, с тобой на твоем. И вот, а у него, как бы, из рассказа, то, что он ему, как бы, говорит, я Господь, то, что вот это происходит, все это, это неправильно. Все учения, все твои учения, книги нужно, короче, как бы, из дома сжечь. Он исправно это сделал, но не хотел, вроде. Ну, а где он, Господь, в Астрале встретил, нигде? Вот это вот я не помню, не помню. Он назвал Святым Духом, и, в общем, он его начал курировать. То есть, что будет в будущем, он начал ему раскрывать, как бы, тайны, которые не являются уже тайными. И как в будущем он советовал, якобы, заниматься спортом, якобы, ему это в будущем пригодится. А он хотел заниматься, чем же он хотел заниматься-то, не помню точно. А рассказывал о технологиях телефонных, то, что ему... Это ему Дух Святой рассказывает, да? Сенсорный, он объяснял ему то, что сенсорным экраном телефон нельзя пользоваться. Так он уже, технология, это уже совместно, человеческая с Бесовским. Вот, как бы, начиная с кнопочных, он там объяснял, и до сенсора. То есть, уже сенсорный, все уже не советовал, то есть, запрещал. В социальных сетях нужно часто менять аккаунты вообще, вот эти. И фотографии не выкладывают, потому что через фотографии какое-то воздействие. То есть, вот это все... Колдуны работают, да? Вся информация, она объясняла то, что складывается в одно, это им нужно будет... То есть, там какая-то большая система, которая строится, и все сливается в одно. И потом уже сами Бесы, уже будут так называемые, их он назвал, Святой Дух, сейчас скажу, как назвал, советчики. То есть, они будут советчики. Например, как Алиса, поисковик, да, или как у нас есть, это первая такая платформа. Времена идут, и причем они развиваются буквально на глаза. Я не знаю, сколько еще лет понадобится, 3, 5, 10 лет. А факт того, что веры здравые уже люди принимать не будут, это однозначно. Евангельской чистой веры не будет. То есть, Господь пришел на землю с одной целью принести Евангелие людям, благую весть. В переводе Евангелие – благая весть, да? Благая весть, что есть путь спасения. Зачем этому уделять внимание? Ну, вот он говорит, Дух ко мне. Откуда он знает, что это Дух Святой к нему пришел? Вот в том тело нужно... Чем он может подкрепить, если это знание, которое он открыл ему? Это совсем не евангельское учение. Связь какая в том, что он свел вот все с Отраком Вячеславом. То есть, сам Отрак Вячеслав говорил о будущих вот этих всяких технологиях и вообще, кто с кем, что зачем. А почему тебя заинтересовал-то это вообще? Ну, и там на первых срочках и читать ее бросить. Зачем ее читать-то вообще? Это бред, это эшотопрения просто сейчас поваленная. Ну, еще вот как раз там была информация о том, что люди будут уходить из этой системы. То есть, это сама система, которая построена. То есть, как раз вот и Отраком Вячеславом это будет спасать. А куда уходить? Никуда уходить никто не будет. Люди с удовольствием, с радостью примут всю эту систему, что мы сейчас и видим. Постепенно система внедряется. Все, все скоро станут роботами. Ну да, ну да, но уже те, которые будут же те люди, которые действительно уйдут. Ну, единицы я имею в виду. А они никуда не уйдут, их и там найдут, куда они уйдут. Сегодня уйти-то никуда невозможно. Сегодня со спутника можно любой живой объект проследить с помощью вот этих сенсорных лучей, да, датчиков тепловых. Да, 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 я все понимаю. Дело в том, что по технологии это понятно, но вопрос, а как ты относишься к Отраку Вячеслава? Я слушал еще 10 лет назад, там 4 или 5 роликов было. Я не говорю ни да, ни нет. Возможно, был и от Бога у него такой дар. Исцеление. То, что ребенок исцелел людей, вот и я верю. Больше ни во что я не верю. То, что говорит мать его, я в это не верю. Ну, то есть, нужно все равно, как бы, да, датчиков информации принимать. Конечно, ну, а ее видишь сейчас, ее берут, вот эти те же ролики, да, перекручивают каждый, кто как хочет, и до них столько уже новообразований, что, я не знаю, бизнес строят люди на этом, да и все. Ну, тогда по поводу, допустим, вот этой кибертизации, да, и все остальное, и примут все чипы. Все примут, ну, ладно, как бы так, что ли. Потому что Божьи не примут. Господь не попустит своим детям, чтобы им поставили вот эти мерзости. Надо стать Божьим человеком, а Господь тогда оградит, спрячет своего. То есть, надо стать записанным в книгу жизни, а не в книгу смерти. У Бога есть такая книга жизни, они в Откровении написаны. Тот, кто не был записан в книге жизни у Агнца, Агнц это Христос, вот у него есть эта книга. Вот, кто будет туда записан, тот не примет начертание. А так как, ну вот, представь, я с людьми разговариваю, мне, ну, в основном, женщины звонят туда, они прям так воинственно, я не приму там начертание чипа, не приму. Ну, ладно, давай, вот, предположим, момент такой, вот, пришли тебе, сказали, если не поставишь себе чип, ты не сможешь ни купить, ни поесть, ни попить себе, да. Я вот сегодня возьми, сегодня себя испытай. Три дня не ешь и не пей ничего, ты сможешь это выдержать. Это очень трудно, дело в том, что сам я вот посидеть знаю себя, свои силы, так как вот этот цикл. У меня полностью... Ну вот, я тебе просто, я тебе говорю, индикатор для решения вопроса, сможешь ли отказаться ты или не сможешь. Смогу, но не знаю сейчас конкретно. Вот на три дня ты, Миша, идешь? Вот сейчас три дня не ешь и не пей, попробуй. И награда? Зачем награду, ты поймешь, сможешь ли отказаться или нет? Без воды тоже. Воды ни капли, ни капли еды, ни грамм. Дело в том, что я не знаю, как на здоровье качнется, потому что я был болен и... Ты просто поймешь для себя, но сегодня видишь все такие герои, я не возьму, я не возьму начертания. Ну как ты не возьмешься, если ты не сможешь ни купить, ни поесть, ни попить себе? Ну сегодня себе проверить. Вот завтра надо ставить ради эксперимента, я же тебе говорю. Да, да, да. Просто себя на что-то, чтобы уже потом человек мог говорить, возьму я или не возьму. Просто я говорю о том, что я исповедую то, что все примут начертания, все до одного, все живущие на Земле, кроме Божьих. Ну да, вот это вот уже как бы более радостная оконцовка, потому что надо спешить. Ну я не знаю, как тут, понимаешь, тут стать Божьим или принять начертания, неизвестно, что сложнее. Потому что это опять же труд сегодня грешнику отказаться от грехов, от его вот этой обыденной жизни, да. Не захочет даже, он не захочет. Ну что, скажешь, с ума сошел, что мне такая жизнь вполне устраивает. Не, ну я даже не говорю о мирских, а вот, допустим, обычных православных, которые ходят сегодня в храмы, называют себя православными. Ну вот, допустим, если взять меня от себя, ничего не придумаю, знаю, понимаю то, что вот все грех. Дело в том, что сил нет, сил нет, то есть заколы, ну как бы, да, вот эти нападения, они, то есть ты их видишь, чувствуешь и как бы просишь только защиты. Вот. Ну тяжело, очень тяжело. Но я не говорю то, что все пропало. Падаешь, встаешь, падаешь, встаешь, до конца идешь. Я понимаю то, что это все, это до конца. Это мне идти, только развиваться в православии. Только именно. Что для тебя православие? Ты как понимаешь православие? Учение о православии, да, о святих самому Богу. Ну а чем отличается православное учение от, допустим, протестантского и сектантского учения? Ну протестантские же искажены они же там, да, по-моему? Чего, ничего там у них не искажено? Чего искажено? А, у католиков, по-моему, да, если? Ну, не католики, это христиане, я тебе говорю о протестантах. Это вот баптисты, пятидесятники, адвентисты, свидетели Иеговы. Они точно так же, они точно так же говорят, слово Божие говорят, точно так же толкуют его, понимаешь? А что ты можешь противопоставить им, если ты, называясь православным, да? Ну вот так вот они над нами смеются. Какие вы православные, вы ничего не знаете, ни Евангелия не знаете, ни о Боге ничего не знаете, ни то, что Бог хочет дать человеку, не знаете. Чтобы называться православным, надо действительно трудиться на этом поприще, и причем немало часов уделять этому. Как воздух, это еда для души, для духа нашего. То есть, если мы подпитываем свою плоть пищей такой материальной, то дух нужно подпитывать именно Словом Божьим. Тогда мы становимся уже, правильно, мы начинаем славить Господа, славим Его в Его славе, которую Он нам и открыл. То есть, Господь, Дух Святой начинает жить в нас внутри. То есть, мы уже не от себя начинаем что-то придумывать. Вот, а уже Дух Святой через нас говорит. В Слове Божьем все заключается, в нем вся. Это вот как начало и конец, как бесконечность, в нем. Иначе никак. Это фильм какой-то был, знаешь, такой мирской он, американский фильм. Там, в общем, прошла и какая-то катастрофа, я не знаю, ядерная война или, может быть, так. Ну, да, по-моему, война прошла. Вот. И на земле, значит, ну, властвовали такие банды отдельные. Труб-зрубом воевали, людей они ели. И вот люди потеряли совсем правду. То есть, как и написано, что будут ходить от моря до моря, чтобы истину где-то найти. Видите, Библия об этом говорит, что будут такие времена. Вот. И как раз эти времена показывают. И вот в одной банде, предводитель один, он, понимаешь, он помнит из своего детства, ну, ему вот так уже за 50, и он помнит из своего детства, что была какая-то книга, в которой была написана вся правда о жизни человека, как управить человеком, как правильно жить. И он эту книгу повелевает своим там разбойникам этим найти. И они называются по миру и ищут эту книгу. Книга Лая. Вот. Книга Лая, да. Потому что без этой книги мы ничего вообще не стоим. Мы становимся дикими абсолютно людьми. Да, тем более, смотря сейчас то, что происходит у человека, там, обмануть, да, уже это нормально считается в наших кругах. Все уже. Форму бытия надо поменять, просто вектор своего развития духовного, да. То есть человек, когда плотью живет, он для нее старается. Вот. Когда человек начинает в Духе Божьем жить, да, он для Бога старается все. Потому что тут замыкается все в Боге. Ты в Боге, а Бог в тебе. Ты в Боге, а Бог в тебе. То есть ты для него, он для тебя. Ну, так и крутишься. А в миру непонятно, как жить, что там. Там постоянно ждешь какого-то праздника, да, какого-то насыщения, и не получаешь праздника. Слушай, а он вообще-то есть в жизни? Кто? Праздник-то. А вот еще у меня, допустим, такие вот вопросы. Ну, вопросы вот в одних посреди меня, которые... Ну, понятен он мне ответ, да, но он такой невессонный, то, что я его, наверное, не смогу. Ну, как смогу, не смогу, это видно будет. Живем он виден. Дело в том, что, когда я узнал уже, ну, как бы Господу, я его спрашиваю. Ну, то есть на все вопросы он мне ответил, то, что нужно было, я узнал. А, то есть я ему говорю, забери мою душу, ну, подготовь ее, или что нужно. Я вижу, что здесь все, я здесь, это еще до создания семьи. То есть замечу, семья создалась в прошлом году, поэтому я ничего не подготовлен, что, как. И, а до того с Господом был диалог о том, то, что я здесь, все, мне нужно идти куда-то, что-то, я не знаю, либо... А, сначала я захотел... Кстати, мне как раз вот это вот гадалка, говорю, вот ты, когда начнешь много читать, там, ты захочешь стать священником, потом ты узнаешь какую-нибудь информацию, ты не захочешь стать священником, захочешь стать монахом, когда ты узнаешь, ну, то есть, что на самом деле, как, ты успокоишься, вот. И в прошлом году, вот, как бы создалась моя семья, я не знаю, как еще вот это все затворить. А ты вообще, ты вообще каялся, перед Господом каялся, вот, за то, что общался с гадалкой? Да, конечно, да, абсолютно, да. Ну, а ты, а ты понимаешь, что она повлияла на вот, что ты стал жить по ее направлению? Ну, я не знаю, как это произошло, дело в том, что... Не, ну, ты просто, я ничего тебе не говорю, ни в чем, тебя там не обвиняют. Я тебе просто говорю, ты сядь и подумай, не стал ли я жить по тому направлению, какое она мне указала? Ну, а присматриваясь на происходящее в своей жизни, то есть, все, для меня Господь, он, ну, на всю волю Божию. Встаешь с утра, трестишься, например, да, и говоришь на всю волю Божию. Не от кого-то не отгадал, не от чего, зачем, ну, как Господь тебе, нужно будет для моей души? Так, все, вся душа моя распостерта для тебя именно. Есть страх такой, да, не спасти себя? Ужасная, ужасная, потому что, где я был, тоже, представляешь, да, она мне говорила, вот ты заново будешь ходить, учиться ходить, ты представляешь, заново будешь дышать, учиться дышать. То есть, я это прошел, это действительно больно, есть уровни, например, если чувство боли, есть уровни чувства, там, ну, то есть, больнее, больнее, больнее. Чувство любви выше, 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 то есть, на таких уровнях было, могу сказать, поэтому страх, он очень большой, я потом с матушкой начал жестко разговаривать по этому поводу. Из каких-то разговоров он мне скажет, вот ты много о Боге говоришь, там, такие вот вещи, например, я ей скажу, мама, Господа, и так вообще сейчас нигде нету, не хватает нигде, ты говоришь мне сейчас такие вещи. Ну, люди вообще не хотят думать, они, все устроено так, у всех, для каждого интереса есть свое место. Ну, а как они нашли ящейки, если, если люди там несчастливы, ты вообще счастливых людей видел, или видишь счастливых людей? Нет, нет, потому что для меня вот это состояние души, то есть, я вижу, да, вот, человека уже насквозь, как бы, нету. Есть радости такие, мимолетные, ну, то есть, мимолетные, сразу понятно, от кого это. Ну, то есть, человек сам себе устраивает праздник, а домой приходит, и он попадает все равно сам перед собой, да? В основном все так, понимаешь, все абсолютно, вот, то, что мы про каких людей говорим, абсолютно все такие люди сейчас. Дело в том, что я, как тебе ранее говорил, начал разбираться в людях, и я, мне нужно было с кем-то поговорить, я ходил по бабушкам, по дедушкам, так как они много прожили, я хотел узнать, как они прожили опыт, может, какой-то щерпнуть, да? И с каждого раза я уходил от них очень такой печальный и грустный, понимая, то, что они уходят и умирают по уму детьми. Ты за людей переживаешь, то есть, я сам человек такой, я не могу один, мне обязательно нужна команда, как бы. Ты говоришь по уму детьми, то, что ты имеешь в виду, что духовно не развиваются люди? Ноль, ноль, абсолютно ноль. Скучно, вообще ни о чем. То есть, как банки закатать, голова болит у людей. Ну, а откуда их же так научили, понимаешь? Я вот ролик выставил, вот, последний о войне. Наши родители, дедов, прадедов, их же переформатировали, там совершенно другое умозрение. Да, это очень печально, конечно. Страшно, страшно, это очень страшно. То есть, попадая туда, куда они... Ну, некоторые со мной говорят, а руками машут и говорят, что заслужило, то заслужил. Я говорю, ты не представляете, вы даже о чем вы говорите. То есть, объясняю людям, например, вы же знаете, то, что ученые говорят, наш мозг, там, я не знаю, ну, каких-то нищенских процентов работает, ну, не на всех сто. Ну, да, знают. Но ты понимаешь, что в духовном уровне он будет работать на все сто процентов. Ты представляешь, какую-то боль получал, и еще будет умножаться, там, я не знаю, во сколько раз, в ста крат, например. Ты представляешь, мы даже представить не можем. Мы, люди, сравниваем все как будто по-плоцки, как будто мозг будет. Там не будет мозга никакого. Там будет другое совершенно, другая плоть. То есть, там будет человек не мозгом думать, а совестью. То, что в нем есть, вот чувствование. Чтобы у нас было чувствование, как во Христе Иисусе. Мы должны так же чувствовать, как Бог чувствует. Вот если мы не чувствуем, как Бог, тогда мы чувствуем уже, как или люди, или как дьявол. Человек попадает туда, ему открывается вот эта вся его греховность. Какой там мозг не нужен, там совесть одна съесть. Одна съесть. Что там, там уже думать не о чем совершенно. Да, да, да. Ну, это, конечно, очень сильно. Очень сильно. Спасаться надо. Как спасаться? То, что вот я говорю, вот сейчас у меня перестроение проходит такое. И сама строится семья. И тут тоже нужно как-то себя фигурировать. То есть, я, в принципе, как бы глава. То есть, я должен... Веря, если будешь выстраивать семью, по-другому не получится. Да я... А жена верующая? Да, вот как раз после меня. То есть, и дочка. Я удочерил дочку трехгодовалую. Вот. Ну, вот надо устраивать домашнюю вот такую церковь. Надо молиться вместе. Надо Евангелие исследовать, изучать, читать вместе. Обязательно. До этого дойдем. Потому что... Без этого, видишь, ну, ты как бы утвердился в том, что, да, хочется спастись. А, чтобы спастись, надо духовно... Духовный рост должен был быть для спасения. А чтобы духовно расти, нужно Евангелие. Без Евангелия никуда. Без Евангелия. Я как-то у священнослужителя поинтересовался по поводу, да, почему он говорил, вот я заметил, читаю какую-нибудь информацию, ну, книгу, да, и у меня там, как бы, такое эврика, ну, открытие. По этому поводу, как бы, разговаривали, он мне говорит, ну, то есть, дух переходит, как бы, автор, например, книги, а если взять Евангелие, я уже представил, там, там открываются такие, наверное, откровения, так как я... Там не то, что откровения, ты рождаешься, снова другой человек, понимаешь, перерождается, то есть, ты становишься совершенно другим. И причем это происходит поэтапно, как с одной ступени на другую переходишь, понимаешь, я вот вспоминаю, допустим, десятилетний рост свой, это просто, это невообразимо, это, я не знаю, это праздник целый, понимаешь, когда ты с одной ступени на другую переходишь. Вот этот рост духовный, его объяснить невозможно, его только почувствовать можно. Ступени, они ведут вверх, и с каждой ступенью ты все ближе и ближе к Богу. И мы вот это вот своей ленью или сатане поддаемся, которая нам не дает его, это Евангелие. Как бы я разбирался у себя, например, в том моменте, когда открывал Евангелие, селом, вот, один раз вот я читал, и у меня чуть не пошло, второй раз я селом у себя. Тоже как-то не идет все, как-то натяжно, и я понимаю, я должен. Надо полюбить его, ты представь, мы сидим в тюрьме, находимся, ну, такой вот, как бы, и приходит к тебе самый близкий, самый родной, самый любимый человек, и приносит тебе письмо. Ну, это письмо, ты, если любишь Господа, то и письмо полюбить его, потому что это Он нам дал его. И когда ты начнешь о ней размышлять, вот, то Господь будет давать такие откровения, вот в этом, в этом я тебе имею в виду. Ага. Ну, на уст умотал я уже, если что. Не, я просто путь тебе показываю более прекрасный, более такой, как бы... Полегче, ложечко, так что... Более совершенно, совершенный путь, а, ну, а как, ну, а так бы скучно жить, понимаешь? Душой-то засыхаем, чем мы, черствеем душой. А Евангелие, ну, знаешь, как оно, как цветок душа распускается. Угу. И в последнее время, кстати, я перестал молиться, и... То есть, лень начинает меня уже... Вижу то, что... Бороть лень, ну, как бы молиться там Господи, ну, вот. Надо как-то положение менять. Потому что недостаточно иметь вот одной веры только в спасение. Надо, чтобы Господь сказал, что будет Царствие Небесное внутри вас есть, он, как сказал, помнишь? Вот. Надо найти внутри себя Царствие Небесное. Господь видел эти иконы, такие картины есть. Господь стоит и так кротко стучится в дверь, а на двери ручки нет. То есть, ты сам открываешь дверь Господу своей душе. Да, да, да. Вот. А сам он войти туда не может. А чтобы открыть дверь Господу, надо не грешить. Ну, чтобы он поселился у нас. Вот надо пересмотреть все свои попущения к жизни. Вот что я попускаю, какой грех я себе не попускаю. Надо с ним побороться и себя перенастроить в жизни. Ну, потому что не спасешься, иначе никак. Согласен. Жизнь – одно учение. Надо как-то экзамен сдавать, в общем, готовиться. А каждый день экзамен сдается. Ложишься спать и оцениваешься в день вот этот прошедший, да. И все, в чем-то каешься, в чем-то там осуждаешь себя, в чем-то перенаправляешь себя. Если ты ложишься и тебе нечего вспомнить, если, опять же, мысли вот эти, один грех только к нам приходит, то зачем они с Богом тогда? Потому что в Боге она жизнь настолько обильная, она красочная. И сны-то будут о том, вот, только в Господе такие они все. Они все радостные. Я как-то помню то, что я узнал, что Господь действительно на самом деле реальнее, чем я, наверное, так что сказать. И задался вопросом, ну, если я знаю тебя, нужна ли церковь. И дело в том, что если заглянуть, ну, как я называю православие учения, учение уже спасти душу, да, куда не посмотреть, то есть превосходное учение, на самом деле, идеальное. Идеального такого нет на этой земле. Учения сейчас много, всяких учений и интересов, и из-за чего люди сегодня уходят. Господь сказал, когда приду, найду ли веру на земле. Люди уклонятся от путей древних, от учения отцов, и они начнут понимать учением новым. Конечно, оно, новое учение, оно приближено к миру. Это как у меня сложилось, например, где я не нахожусь, но сейчас у нас с продуктами же, как ты знаешь, не очень так качественно. И как там, например, если мне говорят, это домашнее приготовление, я все сразу, ну, домашнее, значит, оно должно быть лучше. То же самое, к новому, ну, понимая то, что велосипед изобретать там не нужно даже, это очень чревато. Не надо ничего придумывать, все у нас написано, надо читать и следовать старым путям. Да-да-да. Допустим, я прекрасно знаю, допустим, о монахе, которые, вот, например, затворники, которые уходили, они же, Бог же их питал же, всем необходимо, то, что им нужно. Это же как раз хотя бы узнать этот краешек, что это такое, как. То есть, я думаю, это очень-очень очень хорошо. Господь сказал, кто хочет следовать за мной, отвергнись себя. Что значит отвергнись себя? Отвергнись себя прошлого. Возьми свой крест и следуй за мной. Надо увидеть сначала еще крест свой в этой жизни, да, где, где мой крест, чтобы я взял его и понес. А крест в том, вот, в частности, к отношению к грехам, да, сегодня люди выпускают, объясняют как-то себе вот свое, ну, существование, вот у него работа, допустим. Вот, он вроде как христианин, да, и объясняет, ну, что, ну, это работа такая, я же не смотрю, там, я что-то не обращаюсь. Как бы, совмещает и грех, и вот, и христианство. Человек, грех свой себе прощает заранее уже. Сам себе, может быть, да, если только так, потому что, может, он видит и знает, но у него сил нет, например, да, как бы я говорил ранее. Это значит, получается, ближе к тому, то, что он себе прощает, правильно? Вот работаешь, конечно, и Богу глаза закрывает это. Работает человек на заправке, допустим, да, вот он знает, что приезжает, директор, ну, бензин некачественный разбавляет, да, вот он знает, он участвует, он заправляет машины, христианин не может участвовать в таких делах. То есть, везде чистота в самих отношениях, именно с людьми, да, то есть. То есть, грех для человека становится, он неприемлем для христианина. У меня другая природа совсем, я не могу, допустим, как не может олень есть мясо или волк траву, так и христианин не может участвовать в грехах, в делах тьмы. Я это тоже проходил, я об этом думал, дело в том, что на предприятии работал, еще с истории помню, а там все мужики сейчас заведено так, что мат это нормально стал. А я начал присматриваться и вообще начал разбирать, что к чему и как зачем, что такое мат, откуда взялось, ну, взялось вот это все, и, то есть, когда набрался, соответственно, начал предпринять решение, то есть, все собирались и, ну, соответственно, там вот, крики такие, маты. иногда вот слушаешь, 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 как-нибудь что-нибудь сомничаешь, там, типа, ребята, хорош, там, вы родились без мата, так что давайте, забудешь, как его, вот, как бы, шутя пытаешься, там, потом, чем-нибудь, очень тяжелое, и везде, вот, на предприятии, представляешь, ты где-то не фигурировал, везде вот это присутствие, и ты понимаешь, что он закладывается, ты, если даже не хочешь слышать, ты слышишь, а он подсознание ложится, как-то закрепляется, я не знаю, негативно, на человека, самого, я всегда про себя говорю, я чувствую то, что накладывается, я не знаю, куда себя деть, как разговаривать с людьми, чтобы не ранить, и говорить правду, например, я про это говорю, учиться. Правду всегда она ранит, как бы ты правду, я говорю, правду всегда ранит, как бы ты не преподносил, она всегда ранит человека. Слушай, Ганоцри, ты когда-либо говорил что-нибудь о великом Кесаре? Правду говорить легко и приятно. Мне не важно знать, приятно или неприятно, тебе говорить правду, тебе придется ее говорить, но говоря взвешивай каждое слово, если не хочешь не только неизбежной, но и мучительной смерти. Ты преподносишь правду, она обязательно обличит человека, и обязательно человек останется с тобой недоволен. Ну да, я вот смотря на себя, как бы замечаю то, что правда, да, она мне очень, очень нравится, то есть я без правды вообще не знаю, я сам по себе такой простой человек, потому что вот как есть, так есть, я говорю людям, например, мы тоже говорим о правде, они мне там чешут, грубо говоря, на нашем языке как бы, у каждого человека правду, я говорю, не, 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 стой, зачем ты, говорю, что-то перекручиваешься, смотри, я говорю, вот у тебя, например, в кармане есть зажигал, такого-то цвета зеленого, это же правда, он мне говорит, ну да, я говорю, там же больше ничего не может быть, ну да, зачем придумывать, говорю, ну вот такие вот примеры преподожу, а они мне начинают, например, кто-то там, вот, есть такой прикол, то есть стакан наполовину пол, наполовину пуст, я говорю, ну ты зачем, говорю, хочешь меня подловить, я говорю, смотри, был стакан пустой, все очень просто, кто-то налил пол стакана воды, все, пол стакана воды, ну, есть, все, не надо там перекручивать, а может он не пуст, а может он не пол, давай разберемся тогда, кто налил, ну, вот эти вот, такие подковырки, как бы, то есть люди, они ищут, где удобнее, где выгоднее сейчас очень, даже в общении, если я общаюсь с каким-либо человеком, уже человек такой думает, ага, выгоден я ему при общении, или не выгоден. Раньше еще, знаешь, еще лет 150-200 назад, людей всех воспитывали в евангельских истинах, ну, то есть, если не читали Евангелие, то оно передавалось из уст в уста, люди, в принципе, знали Евангелие, потому что оно, как весть, знаешь, разлеталось от одного человека к другому, и детей также воспитывали, растет ребенок, а ему говорят, что нельзя так делать, так Господь так не делал, Он тебе накажет, Господь, за такой грех, понимаешь, то есть, соответствие было с Господом. Сегодня нельзя убедить человека, вот, именно, да я тебе говорю так, потому что так говорил Господь, а он тебе скажет, да какая мне разница, что там твой Господь говорил, или он скажет, да это твои Евангелие, твои уже написали, а ты ему веришь. Сегодня, видишь, оно не авторитетно, мы себя вот называем православной страной, а какая она православная, Евангелие люди совершенно не знают, поэтому, для людей Христос не авторитет, вот, и мы не сможем никак человека другого убедить, потому что масса всевозможных учений существует, вот, та же философия, да, скажут тебе истину, а ты должен в трех вариантах эту истину разложить так, что это правда, неправда или полуправда, то есть, ты должен донести так, чтобы тебе поверили люди, понимаешь, то есть, ты должен настолько быть искусным, чтобы правду объявить неправдой. не знаю, ну, по крайней мере, для меня есть правда, есть неправда, вот и все, она не делится там на полу, либо еще какая-нибудь, все, надо будет. Но она, я тебе говорю, то, что это во Христе, она может быть только правдой, а то, что вне Христа ты никому не докажешь, правда это или неправда. Вот, я как бы с людьми как раз и по этому поводу разговариваю, а вот по поводу того, что я в любых разговорах пытаюсь дойти до Бога, ну, то есть, как бы, да, и тут мы же говорили о том, то, что там на Тершине, вот здесь вот, например, раступик такой, там, человека предупреждаешь своего коллега, например, ну, хорош, сколько можно, вот ты, как тракторист, я вам говорю, ты как тракторист, вот матом плещешь, говорю, тут, из тебя прям, просто такой поток выливается, я говорю, очень некрасиво, он мне начинает объяснять, мой понятный, дело в том, что сейчас на стройке, там, если я нахожусь на стройке, либо еще где, невозможно, это мат, все, закон, он обязательно должен быть, я говорю, нет, ты что, такого не может быть, я говорю, то есть, если я начну говорить резко, а чей это язык, и того подобное, то есть, сразу такой блок срабатывает у человека самого, на психологическом уровне, и поэтому здесь нужна такая, аккуратность, вот, и приходится, как бы, доказывать, дело в том, что ты даже не представляешь, то есть, я ему уже жестко и твердо говорю, ты даже не представляешь, то, что, откуда этот язык появился, и как он воздействует на людей, и говорю, вот я интересовался, я узнал, а ты не интересовался, ты защищаешь еще, я говорю, вот пойди, узнаем, тогда мы еще с тобой поговорим, тогда мне будет с тобой о чем поговорить, тогда вот человек уже начинает задумываться, не смей говорить, если ты не знаешь, люди безответственны становятся, и это видно везде абсолютно, то есть, страшно на самом деле, говорим все, что хотим, и как. Господь их мертвецами называет людей таких, печально, да, он и сожжет землю с этими мертвецами, а зачем люди, если которые душу в себе, дух уничижают в себе, у них даже через совесть, если приходит какое-то обличение, да, то человек в себе растаптывает вот это вот, как бы объясняет себе, да ничего страшного, согрешил, да и что здесь такого, да, кто не грешит, все грешат, а этим самым человек умирает, если словом Божьим человек оживает, и начинает возрастать, то без слова Божьего, он сохнет и умирает. Да, 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 это видно, очень видно, разговариваешь с людьми, видно то, что, когда ты начинаешь работать с человеком, ты видишь, как кто-то защищаться начинает, у всех абсолютно все разные, люди абсолютно все разные, они индивидуальные, ну, то есть мы, это очень интересно. Ну, а в чем, разность в чем людей, где ты видишь разность? На интеллектуальном, психологическом, да. Мне кажется, наоборот, все одинаковые, грешат одинаково. Нет, грешат-то одинаково, но подводят их всех по-разному, то есть, ну, враги я имею в виду, но знают, как подводить человека, если они следят за ним каждое время, то есть, как облуплено, знают, а сам человек не знает, то есть, мое тело, это мой транспорт, я не знаю, что у меня внутри, что у меня, то есть, духи, они, они бесталантные, сам сатана, он не имеет таланта, и он искушает людей всегда одинаково, просто подходы к греху у всех разные, ну, там кто-то на 20 автобусе подъехал, кто-то на 11 троллейбусе к греху подъехал, но грех творится одинаково всегда. Творится, ну, да, получается, пришли к тому, что творится одинаково, но я к чему говорю, то, что люди, мы сейчас живем так, что, не верим, то есть, верим в неверие, потому что ничего нет, вот и к чему, то есть, внутрь мы не заглядываем, то есть, струн сердца, да, души, вот так вот, то есть, он не рассматривается, как бы, а только интеллект, еще это где-то подсчитать, там, ну, опять же, выгода, то есть, пока вот, я это вижу, например, если человек в печали, в беде, тогда я могу подойти, потому что, ему нужна помощь, он знает, уже можно спокойно парировать, то есть, и христиане общаются в духе Божьем, вот если, вот, евангелие, если человек не знает, уже, все, христианам невозможно, без евангельских христиан общаться, тяжело, понимаешь, потому что, я вот, допустим, любую, любую тему, буду парировать, только словом Божьим, евангелием, тебе сложно, сложно будет мне, что-то объяснить, потому что, я тебе буду говорить, так говорит Господь, так говорит Господь, а ты не знаешь, евангелие, как ты мне, что расскажешь, а вот, ну, я тебе честно, опять же, мне с тобой тяжело, сейчас общаться, потому что, ты подходы не евангельские делаешь, я прекрасно понимаю, о чем ты, и как должно быть, дух, он посещает, я вижу, что ты горишь Господом, да, как написано, духа не угошайте, вот, а евангелем, ты будешь, как дрова внутрь, в печку подбрасывать, этот дух, огонь, этот духа твоего, он будет постоянно гореть, да, я ранее говорил, то, что на устном мотал, это, вот, возьми Достоевского, того же почитает, люди неверующие, они вот, неверующие люди, совершенно отвергающие Бога, ну, понимаешь, они все говорят, ну, по Евангелию, то есть, люди раньше, еще 150 лет назад, они не могли без Евангелия говорить, потому что, сам, он как бы, язык был, сам ум был, устроен, вот, в Евангелии, как бы, плавал он, я, кстати, точно так же, вот, первые годы, пугал людей, пугал людей, ты там, в ад попадешь, ты не спасешься, ну, я представляю, конечно, это состояние, я практически, такое же был, я сам стал увлекаться, Евангелием, ну, сколько, пять лет, может быть, назад, может, чуть больше, а так, от себя все, я прекрасно понимаю, о чем ты сейчас говоришь, и твое состояние, духовное, можно, можно, как бы, определить то, что я начальное, да, все равно, как бы, в любом случае, жду развития, в духовном плане, трудись, главное, трудись, найди, тяжело, конечно, найти, как себя заставить, если от Бога это не будет, дано вот это, заставить тяжело себе, это мы, вот, у меня эти ролики стоят, вот он точно так же, как и ты, тоже он, как бы, ну, верует он уже лет пять, наверное, а приходит, вот, как бы, к раскрытию веры, да, то есть, он сейчас, как бы, по-новой начинает смотреть, ничего себе, я вроде назывался христианином, а оказывается, все не так, как на самом деле, видишь, любовь Божия открывается, когда, евангельская вот эта любовь, все по-другому начинаешь, ну, я не знаю, в отношениях с людьми, а уже, знаешь, стараешься не от себя что-то говорить, вот, а что Дух Господень скажет. То есть, везде, именно, как бы, ну, нужны они, то есть, не то, что нужны, лучше бы, конечно, подсказки были, именно от самих. А потому что без Бога ничего не можем. Вот, для себя вот это вот уяснить тоже, я недавно тоже это понял, несколько лет назад, то, что вот как написано, да, хоть оно и написано, что без Бога ничего не можем. Вот, ну, я не понимал раньше, ну, конечно, ничего не можем, Господь нас создал, мы вот такие вот немощные, а по сути, смотри, ну, я где-то в роликах объяснял, вот, кто такой, кто такой я, к примеру. Господь мне дал тело, Господь дал мне душу, вот, Господь дал мне дух, да, а где я тогда, получается, кто такой я, если все не мое. Телом ты своим не можешь управить, понимаешь, ты вот жить не хочешь, да, тело, я запрещаю тебе жить, ты не можешь его запретить, жить, потому что оно не твое. То же самое с душой, то же самое с духом, а мы всего лишь выбор, вот, выбор, опять же, духов, выбор, кого пускать, кого не пускать, внутри себя. Мы можем пустить себя в духа Божьего, или духа дьявола. сосуд, так называют. Ну да, вот где, тебе вот подумай, на эти вопросы, а где тогда я? Да я уже вижу это, по твоему раскладу, очень даже правильно. Говоришь, Господу, Господи, живи во мне, я ничего из себя не представляю. Если что-то с кем-то говорить, то говори сам, я не буду с ними говорить. Я не мощный, я не могу ничего, чего-то там говорить. Были, как бы, до этого, то, что, диалог по поводу, как проповедовать, ну, как говорить, да, то есть, именно была просьба, то, что говорил моим языком, то есть, ну, полностью управлял, руководил, потому что, я уже, тогда уже понимал и знал, то, что, все, без него никак не... Наши, это тупо грех. Вот грех, это наше состояние, когда мы согрешаем. А все другое, если какие-то мы, там, дела добрые совершаем, да, какую-то, принесли какую-то радость другому, близкому человеку, то есть, все не от нас, все это от Бога, сами мы не можем. Радости, да, если человек, конечно, идут. Ну, да, порадовать человека, конечно, конечно. Это нормально, значит, расклад. Ну, нельзя всех, опять же, полюбить. А ну, и Господь, знаешь, он не всем благоволил. Он апостола своих учил, не мечети бисер перед свиньями. Ну, подошел, видишь, если человек начинает смеяться, не воспринимает тебя. Ну, а зачем, зачем ты ему больше говорить что-то, а Господи, если он, твою, твою драгоценность, вот этот твой, растопчатый, рассмеется. Поэтому в молитве раз помолился, и Господи, ну, как с этим человеком? Не сразу ему начинать, там, обличать его, или, а просто подход такой тонкий сделал человеку, там, а Господи, как-то косвенно спросил, да, ну, ты вообще как-то отношение к вере у тебя, к Богу, и сразу увидишь человека, будет он с тобой вообще, воспримет ли он тебя? В принципе, как бы, моя жизнь, она же проходит уже, наверное, именно так, уже, второй, третий, вот, я же точно не помню, но именно, вот, как раз говорил же о том, то, что, с кем-либо встречают, и мне интересно узнать отношение именно к Господу, хоть как-то лазейно, с кем-либо встречками там уже начинаешь, либо сразу, например, иду я по улице замечаю, например, мимо кинотеатра, смотришь, как бы, а где святые, там, смотришь, рекламные щиты, например, сравнив, просто я, как бы, анализирую, например, Человек-паук, там, какие-то, ну, такие, мегисорские, всякие, там, супергерои, понимаешь то, что все нацелено, так, чтобы, ну, закрыть, может даже и в кинотеатре показывать про святых, я не знаю, хорошо или нехорошо, потому что, ничего, да почему нехорошо, сейчас много фильмов, но дело в том, что кинотеатр не показывают, наобщее, сняли, знаешь, этот фильм, я не знаю, может быть, ты видел, опять же, американский, как он, ну, оно и его семье, там вообще такую бесовщину намешали, но опять же, видишь, это чтобы людям понравилось, вроде святой, да, но из семейства, святые люди, но они, посмотри, что извратили, как, я посмотрел, я, то есть, видел, нафиши, то есть, мне, интересно, лучше не смотри, не надо, если нет, например, святых, информации никакой, да, если нельзя, театра, почему, например, вот этот вопрос, да, потому что, это история интересная, исторически, это как интересный, они, вроде бы, вроде бы, правдиво хотели, как-то, преподнести, но туда подмешали, ты знаешь, как ложка дегтя в бочке с медом, в чем уловка вообще, вот, ты бы, да, это, во-первых, ты сначала должен знать, не то, чтобы взять один раз и прочитать, а должен знать, ветхий завет, чтобы, понять это, и осознать, и осознать, да, в чем, а вот людям таким, вот, видишь, они, не знающие, не читающие Библию, они придут, скажут, о, глянь, какой ветхий завет, круто, да, как бы там, не похлеще еще человека-паука, они, они же тогда Библию не смогут воспринять адекватно, они скажут, да ну, это сказки какие-то, да, точно, понимаешь, понятно, что не нужно это, потому, что вся правда, она только в Евангелии, в Слове Божьем, когда читаешь Евангелие, вот, открываются такие горизонты, я не знаю, кажется, сухое слово какое-то, да, там, из нескольких букв, а одно слово, там, мозг пробьет, настолько, до самой, до самой души достанет, ты становишься совершенно другим, до нашего разговора, я начал думать об этом, месяц, наверное, вот у меня вот такие вот начинаются мысли, то есть, а как там, попробовать, вот это вот хочется, интерес проявляется, мы живем, да, нас учат, живите, радуйтесь, живи из него, земля создана Богом, да, земля, она была создана Богом, она была создана в виде рая, то есть, рай был на земле, сегодня сатаной настолько все изгажено, испорчено, сам человек даже генетически уже испорчен, и это все, это все дела рук сатаны, не рук, а лап его, на земле ты не найдешь ни одного деревца, сейчас зайди, елки все генами модифицированные, ну, то есть, это вот, оно же идет еще с 18 века, божье, божье творение, все изменили, то есть, модифицировали, то есть, если у вас клубника пошла, да, это уже скрещено, да, имеешь в виду скрещивание, что ли, ну, конечно, это все началось от скрещ, но раньше люди, ну, пошел, земляники пособирал, грибов, ягод полно, сегодня возьми вот клубника, это же искусственно созданный организм, возьми огурцы, это искусственно созданный, возьми кукурузу, искусственные, арбузы искусственные, жесть, и как-то на подсознательном уровне не хочешь, ты видишь, они красивые, но ты видишь, что они какие-то пластмассовые, это Мичурин был такой, селектор, вот, ну, я не знаю, можно его благодарить, но видишь, от него-то зло это пошло, то есть, изменять продукты, из маленького зла рождается, казалось бы, что плохого, да, и кукурузу он модифицировал, из какого-то там початка дикого, я не знаю, трех зернышек, мы такие получаем плоды, классные, да, вот, а видишь, оно во что, а это сатана, он всегда преподносит все красивые обертки, все попались в руки дьявола, настолько все скованные, что вырваться невозможно, глобально очень сильно, конечно, все так, тут я понимаю, вот, как ты именно говоришь тоже, кардинально, делаешь или не делаешь, а стараться вот это вот, оно все такое, какое-то мнимое, конечно, это себя только успокаиваешь, утешаешь, а, я завтра, послезавтра постараюсь, я постараюсь, ничего не получится, или да, это, опять же, написано, что, ой, если бы ты был холоден или горячий, говорит Господь, ну, как ты тепл, человек Божий, он не может быть теплым, он всегда горячий, он горит всегда, человек холодный, это, который знает Бога, но не участвует в делах его, а человек теплый, это как раз тот, который, я завтра, я послезавтра, вот, а послезавтра прошло, он скажет, ну, ничего страшного в следующий раз, вот это и есть теплота, нас, нас огонь, мы его не угощаем, тот тоже фильм интересный, наверняка, тоже смотрел, похожий на книгу Вилая, а называется он, путь, по-моему, и дорога называется, там отец с сыном, бредут по дороге, знаком, да, 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 отец потом умирает, и сын один остается, там маленький мальчик, 12 лет, они тоже идут, после ядерной катастрофы, ищут пищу, по городам ходят, везде мрак, все такое, солнца нет, вот, этот мальчик остается один, отец умирает, и он встречает, людей тоже, и он к ним подходит, и спрашивает у них, а у вас огонь горит то есть к тому времени люди уже настолько одичали и озверели что они уже воспринимали друг другу как пищу они с отцом были ближе к богу были и отец ему его учил вот у нас огонь горит мы людей не будем есть мы людей не едим мы ищем только такую пищу первым делом встречая тех людей которые его хотели усыновить он спросил вас огонь говорит горит а те его сразу поняли потому что были добрые люди они сказали горит а он говорит все я все я с вами так и вот сегодня понимаешь христиане как доходят друг друга тебе огонь горит брат да горит во все обнялись да 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 ну это же все же без руб тоже господа то есть сводит же уже все через это дух это дух божий так делает